В этой одежде можно лежать на льду и при этом уберечься от переохолождения. Находиться в лесу, не опасаясь укуса клещей, взаимодействовать с открытым огнём или током и не получить травму. Уже 26 лет компания «Энергоконтракт» производит костюмы и средства индивидуальной защиты от производственных рисков. На предприятии, благодаря которому спасено сотни жизней, побывали мои коллеги. Полный цикл создания специальных средств индивидуальной защиты. От изготовления аромидных тканей до пошива готовой продукции. Перед тем, как попасть к потребителю, каждое изделие проходит несколько этапов. Ведь главная миссия этой спецодежды – сохранить жизнь и здоровье тем, чей ежедневный труд связан с рисками. Это энергетики, спасатели, лесозаготовители, нефтяники и пожарные. Вот как выглядит костюм после воздействия электрической дуги. Свитер, подкладка, вся села, дуга, воздействие. На двух этажах предприятия – швейное производство. Ежедневно здесь трудится до 150 человек. За день из-под этих станков выпускают около тысячи единиц изделий. Далее спецодежда проходит влажно-тепловую обработку, упаковку и попадает на склад готовой продукции. У нас самое современное оборудование. Швей тяжело, конечно, привыкает к этому оборудованию, но мы их обучаем. У нас есть служба главная механика, которая помогает нам в этом. Контролируется всё со стороны мастера и технолога, выполнение операций, приёмы. Всего на предприятии работает более 1100 сотрудников. В прошлом году компания расширила свои производственные мощности, открыла новое помещение площадью 5000 квадратных метров. Конечно же, мы всегда будем поддерживать и быть в контакте с предприятиями промышленного сектора, так как, в первую очередь, это рабочие места для нас, это налоговая база. Конечно же, наш округ всегда будет процветать, если будут развиваться и строятся новые промышленные предприятия. Энергоконтракт – это не просто промышленное предприятие, а научно-производственный комплекс. Здесь не только создают продукцию по наработанной годами схеме, но и ищут новые решения, чтобы уберечь как можно больше людей даже в самых экстремальных условиях.